Упро утро, друзья! Сегодня первое утро в ЮАР. Мы вчера приехали поздно вечером, постирались и вот у нас очередной для вас лайфхак. Носки не высохли, что делать? Опять лайфхак от королёвы Романова. Закидывай в микроволновку и включай. Вот я на 40 закинул. Надеюсь, не сгорят. Ну что, доставим ски. Ну не сгорели. Горячие? Горячие. Закину еще. Нет, ты проветривай, сейчас быстро выветрится вода. Потом еще раз закинешь ночью. Мы подъезжаем. Уже осталось 39 километров. Вот перед нами столовая гора. Это визитная карточка Гейтдауна. Высокая гора, абсолютно плоская, здоровая, как стол. Вот если Намибия мне напоминала Австралию, то Южная Африка мне напоминает Австралию в 10 раз больше. Реально, отличные дороги, левостороннее движение, кругом эвкалипты, винодельни, одни стейки в ресторанах, стейки и бургеры и очень мало темнокожих. Они все, знаете, такие немножко не совсем прям вот темные, а посветлее, в общем. Вот поэтому у меня такая четкая ассоциация с Австралией. Ребята, мы в Кейптауне. Наконец-то мы добрались до него и мы находимся в самом центре города. Набережная. Вот там вот находится Атлантический океан. Это место называется Waterfront. Старые доки, старый порт, который переделали чисто под туристов. Восстановили домики, поставили сюда красивые яхты. Все так атмосферно, все так прямо, ну реально очень классно, очень весело. Поднимает настроение. Ты совершенно не чувствуешь себя в Африке. Реально, всем, кто боится ехать в Африку, ЮАР, Кейптаун, Намибия, прямо смело едьте. Нигде ни разу не увидите ничего плохого. Очень цивилизованные страны. Это как, знаете, Америка внутри Африки или Европа внутри Африки. Маленький кусочек цивилизации и благосостояния. Реально все. Пока что все просто шикарно. Рекомендую. В общем, мы пришли на Waterfront. Друзья, не слушайте его. У него настал, наконец-то, праздник его живота. Рома вегетарианец и, наконец-то, он нашел вьетнамские роллы вегетарианские. Все, теперь обжирается. Посмотрите, столько невозможно съесть нормальному человеку. На самом деле, здесь фуд-маркет. Мы пришли, просто заказали еду в разных местах. Сейчас Игорь готовит устрицы. Готовят. Чистят просто, скрывают. Налили вина. 12 устриц и 2 бокала вина стоят сколько? 20 долларов. 15. Почему? На 13 разъеме. А, ровно 20. Ровно 20 долларов, да. 20 долларов. 13 устриц и 2 бокала белого южно-африканского вина. Ребята, за Южную Африку. Супер, ребята. Ну что, приятного света? Праздник живота начался. Устрицы, слушай, и дороже. Дороже в три раза. По стороне с Намебией. На самом деле, первый день в Кейптауне меня впечатлил. Вообще, Южная Африка меня впечатлила. Относительно всей остальной Африки, что мы проехали. Но Кейптаун реально очень-очень-очень-очень классный городок. Да, да, очень классный город, ребята. Прям вот неожиданно прикольный. Если вам не обломает лететь, то, пожалуйста, значит, лететь из Дубаев 9 часов. Ну и кому сколько? Мне 5,5 из Екатеринбурга. Ну, там из Москвы, возможно, чуть подольше или чуть поменьше. Поменьше. Из Москвы часа три, по-моему, до Дубая. Я не помню точно. На самом деле, да, билеты до Кейптауна и обратно недорогие из Москвы. Относительно недорогие. Относительно, допустим, до той же Луанды, до Анголы, куда мы летели. Не, ну слушай, даже относительно Азии. В Таиланд, я думаю, билеты стоят тысяч тридцать шесть, сорок из Москвы. Примерно. До Кейпа тысяч за тридцать можно найти туда-обратно. Да. Ну, тут, наверное, чуть подороже, чем в Азии, но это совсем другой мир. Тут есть чем заняться, во-первых, безусловно. Ну, хотя в Азии тоже есть. Хочу вам показать главного старпёра нашей поездки. Пердуна, главное пердуна. Время 7.30 вечера, Игорь. 8.45. Мне сейчас 15 минуты пойти. Слушай, часы поменяли на час вперёд буквально вчера, ты ещё не успел акробитизироваться. Я уже акробитизировался. У меня 8.45. Да, вчера было, если бы мы были вчера, то это было бы 7.45. А сегодня это 8.45. Он уже в кроватке. Да, да, всё. Сейчас он ещё 15 минут поиграет, слизня убьёт и уснёт. Да, Игорь? Я инстаграм сына просматривал. Ну, конечно. Кстати, пока я оформлялся на ресепшене, Игорь лёг на кровать, а меня положил вот на эту кушетку. Всё верно так и должно быть. Ну, так вот. Мы приехали на местную винодельню. Сейчас будем пробовать местные вина. Игорь заказал вина с мясом, с разным. А я с вина с шоколадом. Сейчас мы, да, будем пробовать. Это всё разные вина, разные сорта шоколада. У тебя разные сорта мяса, разные вина. Под каждую пару есть к этому винодельню, к этому этот. И у тебя так же. То есть каждый дополняет одно, а одно дополняет другое. Прикольно. Поэтому сейчас будем пробовать. Это говядина, это куру, это другая говядина, это две свинины. Различные. Представляете, на винодельне можно купить бутылку. Ну, как я говорил, 2014 года или 2015. Красное верло, бутылка 5 долларов стоит. Ну, вы... Класс, аппетит! Уважаемый город.